Здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала сегодня у нас в работе блок управления коробкой vl300 это audi a6 задача наша такая сделать полный клон коробки то есть вот старый вот новый отсюда нам нужно будет перелить полностью full вот в эту коробку но задача осложняется тем что эта коробка была вся заполнена маслом то есть блок управления был весь в масле масло все очистили выходит на диагностику но не работа должным образом давайте сейчас подключаться и пробовать клонировать этот блок вот в этот давайте посмотрим как подключать эту коробку на столе у нас есть хвилл подключение эта справка взята с форума pcm flash 58 модулю значит вот наша коробка vl300 для программирования будем использовать самодельный кабель вот такой вот он с вот такими пинами для круглых разъемов на коробках где стоят круглые разъемы это dq250 dq500 dl501 vl381 vl300 вот такие вот стоят разъемы значит желательно использовать именно вот такие круглые пины они хорошо цепляются значит что у нас здесь масса черный красный это постоянное питание дальше это питание автоматическое вот она у нас к лайн к лайн и канха и канлоу эти пины для штекера круглого еще здесь существует вот такую иголочку я сделал здесь стоит резистор на 1 килоом и на массу то есть это для бут пина для коробочки vl300 давайте подключимся подключение к этим коробкам я уже закрытыми глазами знаю поскольку переделал их уже множество существует свои маленькие тайны по чтению коробок vl300 многие знают что не всегда они хорошо читаются так у нас пойдет 9 плюс вот он 9 и плюс у нас пойдет 10 2 плюса дальше идет масса 8 дальше канхай у нас 14 канлоу 17 и обязательно для коробок vl300 нужна к линия для работы в бут режиме вот она у нас сюда вставляется на шестую ножку то есть вот подключение этой коробки плюс постоянный красный остается не пристегнутым это не для этой коробки это только для dq500 и dl501 нормальный ток потребления для этих коробок для этих блоков управления точнее сказать 0 3 ампера 0 26 0 3 ампера где-то вот так в таком промежуточке напряжение лучше всего давать где-то 13 5 13 7 вольт при таком напряжении эти коробки читаются гораздо лучше давайте включим посмотрим потребление ну вот 0 3 ампера это со стендом включена давайте стенд выключим ну 0 25 от 0 25 до 0 3 ампер это ее потребление также для чтения в буд-режиме нам нужно включить терминатор на 120 ом вот переключатель поставить и управление автоматическим питанием поставить переключатель наверх использовать мы будем openport 2 оригинал поскольку openport очень стабильная работа именно с этими коробками свайлами сканматик 2 вообще не хочет читать их потому что там засадовская линия хотя все переделано и резистор сверху положен как написано у них на сайте но сканматик 2 с ними не работает как следует из-за проблем с колени и сканматик про не знаю потому что у меня его нет но я использую именно openport openport идеально работают именно с этими коробками давайте откроем PCM flash адаптер openport здесь мы выбираем 58 модуль и выбираем вл-300 для идентификации победе пока и басел не выбираем включаем зажигание и делаем идентификацию вот идентификация у нас прошла успешно то есть коробку определяет наши данные номер по каталогу теперь давайте попробуем прочитать ее в bsl это у нас старая коробочка для этого выбираем вл-300 басел флэш зажигания при этом выключаем в бэу находим бут пин вот он смотрите внимательно вот наш бут пин вот эта площадочка вот она на иголку рекомендую очень сильно не нажимать потому что площадка тонкая и контакта может не быть немножко ее надо почистить и иголочкой просто слегка прислониться для того чтобы нам понять прочитается коробка в bsl режиме или нет нам нужно сделать идентификацию то есть выбрать вл-300 bsl и сделать идентификацию нажимаем идентификация используем автоматическое питание всегда используем только автоматическое питание вот в bsl режим коробка войти не может и вот что у нас получается и автоматическое питание еще и не выключается то есть вот она с 0 16 до 0 28 поднялась нагрузка и видите не выключается проблема в коробке точнее сказать блоке управления коробкой давайте выключим ее полностью питание снимем с нее вот теперь все пропало видите нагрузки теперь нет пока она не будьте вот включаем 024 ампера выключается все нормально он только как пытается и и гуд вогнать она зависает и перестает читаться сейчас скажу проблемы почему так происходит и решение этой проблем значит как с этим бороться бороться следующим образом берем фен и нагреваем полностью всю поверхность именно всю поверхность нагреваем очень тщательно нагревая потому что наверняка у многих такое было что вроде коробка на связь выходит а в bsl режиме уже не работает прогреваем тщательно очень особенно где процессор вот это место так и давайте теперь попробуем прочитать делаем теперь идентификацию и опять ничего не получаем и так на гриле блок управления несколько раз и опять никак не получается у нас сейчас еще будем греть разогреваем разогреваем как следует обязательно должен прочитаться опять давайте пробуем читать опять завершено с ошибкой еще разочек давайте не отступаем вот после очередного прогрева и охлаждения блока нажимаем чтение и блок у нас стал читаться то есть вот такое вот бывает частенько на вл-300 вроде в диагностику он выходит но должным образом не работает только нагрев нагрев охлаждение помогает прочитать этот блок нам в принципе нужно только прочитать здесь и пром флэш и дальше нам этот блок уже не нужен все это мы зальем в новый блок другой теперь давайте прочитаем и про с этого же блока вот и про чтение читается очень быстро теперь нам нужно файлы из папки old залить в другую коробку точнее сказать другой блок управления коробкой на старой коробке мы делали идентификацию на родной давайте на этой посмотрим идентификацию сделаем сейчас зажигание надо включить сначала вот зажигание включили идентификация номер по каталогу другой то есть у нас здесь буковкой q а здесь буковкой п новую коробку bsl бы тоже прочитали вот и флэш и и пром вот старый флэш и пром и нам сейчас нужно залить из папочки old и флэш и и пром в нашу коробочку теперь открываем из папочки old файл флэш и нажимаем запись вот писем спрашивает хотите ли вы выполнить клонирование то есть переписать не только область по а полностью все целиком флэш флэш записано успешно теперь также выбираем не про ставим и про выбираем из папочки old и записываем вот и про он тоже успешно записан то есть мы выполнили полностью клонирование блока управления коробочкой вл-300 а переписали и флэш и пром со старого блока в новый который нам принесли с разборки давайте сделаем идентификацию новой коробки и посмотрим данные которые у нас сейчас имеется в этом блоке управления коробкой то есть они должны совпасть со старыми данными которыми мы делали в начале идентификацию выбираем вл-300кам и делаем идентификацию включив предварительное зажигание включили вот идентификация давайте сравним с тем что нам выдал старый блок и с этим блоком вот в номер который был на старом блоке а также данные о программном обеспечении все перенеслось в новый блок итак мы сегодня выполняли клонирование блока вл-300 с автомобиля ауди переливали все из старого блока в новый блок с некоторыми мучениями конечно старый блок не хотел читаться в бсл хотя им дент отдавал пока ну всем до свидания успехов в работе хороших клиентов и много много здоровья крепкого удачи во всем и все и все а и и Субтитры подогнал «Симон»